В Тверской области дан старт Году семьи. Торжественная церемония состоялась в Тверском академическом театре драмы. Праздник семьи собрал несколько десятков человек. Семьи с детьми, представители общественных организаций, а также первых лиц региона. На мероприятии присутствовала наш корреспондент Наталья Чекет. 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Глава государства дал старт Году семьи в стране на Всероссийском форуме «Родные и любимые». Главным событием форума стала церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в котором приняли участие семьи со всей страны. Огонь семейного очага в Тверскую область из Москвы доставила семья Снежковых из Лихославля. Для нас очень значимо, что именно мы забирали этот семейный огонь из Москвы, из главного дворца бракосочетания. Передаем огонь для всех семей Тверской области. У нас семейный очаг. Это дети наши, дети, которые берут пример с нас, а мы должны быть достойными родителями, чтобы подавать им хороший пример. В Твере огонь будет храниться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. От него зажгут свечи перед иконами князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Во время торжественного открытия губернатор Игорь Руденя в своем приветственном слове отметил, что год семьи стал логичным продолжением года педагога и наставника в нашей стране. Ведь именно семья и школа формируют личность, помогают детям стать достойными гражданами России. Именно в семье формируется уважение к старшим, стремление заботиться друг о друге, достойно трудиться и быть ответственным за свои слова и поступки, за будущее нашей великой Родины. Важно, что многолетняя семья вновь обрела в нашем обществе почет и уважение. За последние 10 лет в Верхневолжье количество многолетних семей с несовершеннолетними детьми увеличилось более чем в два раза. Год семьи в Тверской области объявляем открытым. За заслуги в воспитании детей почетным знаком Тверской области слава матери губернатор наградил Екатерину Красавину из Киморского округа, в семье которой семь детей. У мужа, у бабушки было восемь детей по маминой линии и по папиной линии тоже восемь детей. Ну, наверное, у нас династия такая. Главное, чтобы все понимали то, что говорят родители, чтобы дети слушались. И чтобы было взаимогнивание. За достойное воспитание детей отметили и отцов. Почетный знак Тверской области слава отца в этот день вручили Андрею Бажанову из Калязинского округа. У мужчины пятеро детей. Мальчиков у нас четверо. Девочка одна, дочка. У нас даже внук есть уже. Ему год. Старшему двадцать два. Второму восемнадцать. Будет вот. Матвеев восемь. Захару семь. Веронике три. Сегодня вместе с семьей проводит этот день участник СВО Александр Мастин, который до того, как встать на защиту Родины, возглавлял одну из спортивных школ в столице Верхневолжья. В передовой на совсем недолгий срок он приехал в Тверь на первый день рождения сына. У меня достаточно поздно семья создалась. И мне, честно, кажется, что я самый счастливый человек в этой жизни. Потому что у меня самая лучшая жена и самый замечательный ребенок родился в прошлом году. Все ради них и все, что мы делаем. И там, и здесь. Это все только ради них. И благодаря ним. Тверская область гордится трудовыми семьями. Наталья Боброва – представитель целой династии работников Тверского вагона строительного завода. Все началось с ее дедушки и бабушки, которые работали на предприятии еще до Великой Отечественной войны. Мой отец пришел работать в гарнитурный цех с лесарем. Мама, после свадьбы с отцом, переехав в этот город, пошла работать на ТВЗ, оператором ЭВМ. Я пришла практически после школы. Сын пришел по стопам матери. Младший сын сейчас учится в политехническом университете на машиностроении. Год семьи в регионе планируется насыщенным и интересным на события. В частности, в Верхней Волжье пройдет региональный конкурс семейных династий, фестиваль многодетных семей, форум отцов и другие мероприятия, посвященные семье.